Ёлка, новогодние игрушки, драконы, открытки и подарки. На минувших выходных во Владивостоке прошла новогодняя ярмарка. Как детей, так и взрослых ожидала разнообразная развлекательная программа с праздничным концертом. Покупатели обслуживали юные предприниматели, которые сами изготовили все товары, представленные на ярмарке. Именно в такой ярмарке мы участвуем впервые, но мы очень часто пишем письма солдатам, мы очень часто делаем новогодние различные открытки праздникам, тематическим праздникам. Библиотечная сеть города Владивостока представила сборники книг о Деде Морозе, где юный читатель мог познакомиться со всеми традициями и обычаями древнего праздника. Стоит отметить, что данную библиотеку создают уже несколько лет. Мы создаем уже несколько лет, собираем туда книги. Сейчас там насчитывается более двухсот книг. И начинает работать библиотека у нас с 18 ноября, со дня рождения Деда Мороза до 1 марта. На ярмарку заглянул и самый долгожданный для многих сказочный гость – Дед Мороз. Резиденция Мороза Ивановича была открыта для всех желающих, кто хотел рассказать новогодние стихотворения и поводить хороводы вокруг елки. Это здоровье, удача, благополучие, достатка в семье. Ну а взрослым хочется пожелать, чтобы опять-таки все близкие, родные были счастливы, чтобы дети радовали новыми успехами и достижениями. И вот тогда непременно будут счастливы все. Также в рамках ярмарки проводились лекции на различные темы. Проект психологического просвещения молодежи предлагал лекцию о том, как справиться с ментальными проблемами в молодежной среде. Не стоит забывать, что Новый год – это праздник не только для детей, но и для взрослых. Олег Завьялов, Ксения Быкова, Степан Скляров. Новости на восьмом. Новости на восьмом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова